В армии есть только три основных принципа. Я могу рассказать случай с фейтографией. Я когда-то молодым лейтенантом принёс очень важное достижение такое. Прямо гордился, распирался. И меня реально наградили, похвалили и так далее. Но первое, что я услышал своего командира, когда я сияю зашёл к нему, он сказал «плохо», «мало», «недостаточно». В армии есть только три критерия. Плохо, мало, недостаточно. Никогда не бывает вовремя, много, да, и так далее. Плохо, мало, недостаточно. Поэтому, если бы они нам передали, там, четыре месяца назад, когда наступление шло, мы бы быстрее выбили артиллерию и были бы уже в «Татмаке», возможно. Но ни одно средство ведения войны, вернее, точнее, есть мало средств ведения войны, которые являются геймчейнджером, то есть правилами меняющим. Вот такие «Хаймарсы», которые пришли, являлись таким средством. F-16, когда придут в товарных количествах, несколько десятков, они смогут поменять ситуацию. Не победить войну, но изменить ситуацию в нашу пользу сильно. Так вот, несколько сотен даже свитч-глейдов, или даже тысяча шестисотых, но они сильно помогут, но ситуацию не изменят. И не переломят, к сожалению. Переломить ситуацию могут только механизированные танковые подразделения, пехоты и артиллерийские в больших количествах. Бог на стороне больших батальонов. Пока яйца пехотинцы не зависли над окопом противника, никакие роботы, свитч-глейды и так далее, это в лучшем случае является вспомогательным средством. Потому что роботы не могут выиграть войну, и техника не может выиграть. Сущность войны является навязывание силой своей воли противнику. А силой может навязать только человек, только он субъект, субъектом воли является, а не никакие роботы. Роботы все помогают. Поэтому свитч-глейды выбьют еще больше артиллерии и техники, но когда они выбьют, нужны будут бригады, которые пройдут и закрепят результаты. А вот есть ли эти бригады, это большой вопрос. Они есть, они даже готовятся, но их нет в необходимом количестве, потому что тупо не хватает людей, и тупо не хватает вооружения и военной техники. Поэтому нам нужно даже не 30 леопардов, я всегда говорил, новых 2А, А6, и не 30 Абрамсов. Нам лучше 300 Т-55, оно было в этих условиях гораздо лучше, а еще лучше 300 Т-55 и 30 леопардов и Абрамсов. Но этого нет. Запад не успевает. Какая доля там субъективных, объективных причин, есть и те, и те. Субъективно они не знают, что такое победа в войне, и не понимают, куда это вести, а объективно они там медленно запускают войну промышленность, потому что это очень долгий процесс. И то лениво. У них постоянные споры. Американцы вечно кричат ибропейцам, да возьмите же на себя хоть какую-то ответственность, ну вот начните хотя бы 2% тратить, это же минимум, которое надо тратить, согласно договору на оборону. А те такие, ну вот, мы не знаем, так все сложно. Та же Словакия. Словакия была мощнейшим оружейным хабом для нас. Сузанны. Вертолеты передавали, МиГ-29 передавали, боеприпасы, линии по производству боеприпасов. Чехословакия когда-то была и остается ключевым оружейным хабом Европы. А теперь они говорят, нет, ничего, Украине не передаем. И это большой провал. И вместо того, чтобы прибавлять, мы проваливаемся. Ключевые игроки, типа Южной Кореи, пока не вступают. Американцы, которые могли бы нас вооружить с ног до головы, тоже пока по политическим соображениям, да и по военным тоже, не переходят к этому. Ситуация непростая. И тут опять же вопрос, а мы что делаем? Есть ли у нас экстраординарные меры, помогающие резко повысить эффективность? Увы, я не могу этого констатировать, я не вижу ничего из этого. Да, мы поддерживаем штаны на каком-то уровне, мы боремся, создаем и так далее, но государственных усилий государственного штаба по радикальному изменению ситуации в нашу пользу не видать. Не знаем или не умеем, не понимаем, не верно оцениваем, я думаю, понемножку и того, и того, и того. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова